Пацаны решили попробовать? Ты видел, как он увез? Иглес, а потом нафиг. Через вутенец. Что, нормально с тобой все? Что-то его ему плохо. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня я, как всегда, приехал в скейт-парк Алтуфьева, там, где много народу. Я планировал снять видос с Тимуром, от Аманинка. Как всегда. С ним видосы набирают дофига миллионов просмотров. И пока мы его ждали, я просто нашел чувака, который катается намного лучше него. Ну, максимально аплитуда. Он максимально вылетает, может улететь в небо, не знаю, куда-нибудь. И сегодня главный герой, это будет он. Расскажи, как тебя зовут, сколько ты катаешься, сколько тебе лет вообще? Всем привет, друзья. Меня зовут Попов Падель. Я катаюсь 3 года, мне 15 лет. И сегодня он будет показывать какие-то нереальные трюки за призы. Призы для него подготовили вкусненькие и невкусненькие. В общем, будешь сразаться сегодня за призы. Это будут не деньги, это будет подарочек. Тимур, а задача будет делать трюк круче него. Если он делает трюк круче него, значит он забирает приз. Вот в этом портфеле лежит все, что мы сегодня купили для вот этих ребят. Что, возьмем галоши для каточки? А, 44 возьмем. 46 если найдем. Я себе тоже хавчик возьму. Сегодня вы увидите трюки, которые вы никогда не видели. Вот это я вам гарантирую. Мы выбрали фигуру стэпап и у вас будет 5 попыток на трюк. Вы должны будете увезти. Я дальше выбираю, какой трюк лучше и даю приз. Хорошо, пожалуйста. Управитесь за 5 попыток? Да. Я сделаю 5 канканов. 5 канканов? Ну это вы уже сами выбираете трюк. В общем, погнали. Ребят, основные призы это будет еда. А в конце на бенгер мы будем давать кое-что другое. В общем, смотрите этот видос до конца, а мы начинаем. Итак, ребят, прямо сейчас я с Вадимом буду делать трак на бар на вот этом вот вылете. И вот эти ребята хотят сделать на нас ставку. На кого ты будешь ставить? Я поставлю на тебя. 5 косарей? Да. А ты? Я тогда на Вадима 5 тысяч. Ну что, Вадим, ты готов? Конечно, готов. Погнали пробовать. Ну что, ты получаешь десяточку. Поздравляю. Ну что, ребят, вам было интересно? Конечно, также и в спорте. Когда вы смотрите футбол, вы можете поставить на одну из команд. На определенный исход событий. И так смотреть за вашими любимыми командами станет намного интереснее. Еще вы и заработаете на этом. Ну а в этом деле нет лучше партнера, чем в OneX. Там высокие коэффициенты, быстрые выплаты и большие выигрыши. Конечно же, у них есть круглосуточная техподдержка. А также самое главное, у них есть удобное приложение для ваших смартфонов. Ну а также те ребята, которые перейдут по ссылке в закрепленном комментарии и ведут мой промокод самокат2020, те получат крутой бонус. И, кстати, OneX официальный спонсор Барселоны и Ливерпуля. Я не знаю, кто из них первый поедет. Сейчас смотрим, и у них будет первая попытка. В общем, оператор сейчас залажал и не снял его трюк. Сорян. Но он что-то делает с альтухой, мне уже интересно. Я пока не знаю, что он будет делать за трюк. Давайте смотреть, у него еще есть 4 попытки. Это тоже мощный трюк, с альтухой мне нравится больше. Посмотрим, доберет он или нет. Опять классно, ну что за такашка? Вер. О, чё? Без амплитуда, он метр на три вылетел. Вер, охренеть. Сейчас посмотрим, у Тимура еще есть 4 попытки, получается. Если он не ставит, то уже выбираем, кому мы даем подарочек. Ребят, самое первое, что меня удивило в этом парне, это то, что он перелетает через вот этот подкат, который метров 6, наверное, в длину. И далее он делает бэкфлип, барспин. Но то, что перелетает, я уже в шоке. Мало кто делает, очень мало. Тимур опять слил, что он сегодня не в порядке. Так он расстроен. Ребят, только что я сделал бэкфлип, бар. Обязательно поставьте сейчас прям лайк под это видео. И чуть позже я сделаю самый сложный трюк свой через эту гигантскую пирамиду. Но это не флип с бароном. Они оба сделали свой трюк за 5 попыток. Ну, им не понравилось меньше попыток, но они справились с этим заданием. Сейчас я должен выбрать среди них, кто из них лучше сделал трюк. Я думаю, вы со мной согласитесь, потому что лучший трюк был у него. И сейчас он что-то получит. Я не знаю, первое, что мне попадется в руку. Давай вот эти. Это вкусно. Да, от тебя. Спасибо. Можно сейчас отпусти, пойти? Ну, хочешь мне, давай, я попробую тебя. Тимур, ты расстроен, да, что ты не получил? Нет. Не расстроен? Как так? Сколько призов, смотри еще, братан. Ты будешь еще сражаться за них, да? Заражу! Все, идем дальше. Ребята, выбрали следующую фигуру. Это будет спайн. Очень опасная фигура, но очень прикольная. В тот или в тот? В тот. В тот вообще отлично, погнали. Может, все-таки в тот пойдем? Спайн доверие не вызывает. Да нормально. Ты же прыгаешься. Влад, один трюк для себя, просто попробуй. Сейчас будет трюк для меня. Интересно, давайте посмотрим. Я думал, сальтуху сделать, что за фигня? Хилл нафингер фигня. Ты лучше сделаешь, что-то фигня? Давай. Нет, вот испанник, когда в жизни не катался, он тот испанник, это ванглапа, вот это я не знаю. Ты уже что-то подожрал оттуда, что ли? Это очень спорно, очень спорно, честно. Я считаю, что хилл нафингер на вид, да, это намного проще сделать, чем хилл нафингер. Или нет? Просто я не люблю трюки с хиклицами, потому что это не нужно напрягаться, там что-то. Что будет делать тогда? Я не знаю, ребят, как вы считаете? Давай в ряду, репет. Давай, давайте еще по трюкам. Ну смотрите, ребят, этот спайн он более пологий. И тут меня выкидывает прямо туда. А там спайн он гораздо резче, и там прямо наверх выкидывает. Там, мне кажется, сложнее даже трюки делать. Именно поэтому мы направляемся на тот спайн. Да ну! Он как птица полетел, помахал вот так вот. В общем, Тимур сделал на попытку 5 юпов, но сейчас мы посмотрим на его, по сайту он или нет. Если вы везете, это будет бенгер, реально. В эту сторону падает, да. Напоминаю, что Тимур катается 8 лет, а вот этот парень катается всего 3 года. И за 3 года он так круто научил кататься. Если хочешь так же, то ставь лайк под этим видео обязательно, и подписывайся на мой канал. Давай. Тимур делай трюки. Было страшно. Как тебе перебариваешь свой страх? Беру и сделаю. Тебе вообще пофиг, да? Да. Надо рисковать, потому что ты так ничего не добьешься в своей жизни. Просто ау. Сразу, ребят, запомнился. Сразу. Что-то дня, ребят. Нет, как говорится, боишься, не делай. Делаешь, не бойся. Ты матерый? Ты матерый? Да, я матерый. Ты даже не знаешь, что такое сдаваться. Да я не знаю, что такое матерый. Последняя попытка у Тимура есть. Что ты хочешь сказать перед последней попыткой? Заключительной. Перед заключительной попыткой что скажешь? Ну, я сейчас сделаю, парни. Я чувствую, парни. Жестко уплавливается, нормально все, слава богу. Я сказал про последнюю попытку. Последняя попытка и... Заключительный. В зачет ему идет 5 ипофф, ему скутерфлик, или как он называется? Бэкскутерфлик. Бэкскутерфлик, да. Ну, побеждает, я думаю. 5 ипофф крутой трюк, но эпичный и круче, лучше у него. Ну, вот это достается тебе. Спасибо. Короче, мы все складываем обратно, чтобы потом в конце ему все отдать. Переходим на другую фигурочку. Ребята, как всегда, выбрали фигуру максимально жесткую, максимально эпичную. Вот этот скат. Это самый огромный скат в этом парке. Ну, не считая вон той резкой фигни, с которой никто даже не скатывался. Но были случаи, на самом деле, мне рассказывали, что чуваки прямо вниз падали головой и ударялись. Но это сучи, когда просто пацаны решили попробовать и сразу упали. Короче, там нереально скатываться. В общем, у них также есть 5 попыток, и они будут показывать жесть. Я уже узнал трюк, который будет делать... Кого зовут Фаддей? Я уже узнал трюк, который будет делать Фаддей, и я в шоке. Давайте смотреть. Ты бутеркап-то охренеть, бутеркап-то охренеть. У меня нет слов, я не знаю, чем вы видите. Это вообще, это жесть. Сразу лайк за трюк, ребят. Если что, то ссылки на инстаграм, ребят, я оставлю в описании. Подписывайтесь тоже на них, поддерживайте, ребят, и все будет гуд. Бедный! Несчастый! Ему колеса нужны на коленечек. А ну быстро сваливай! Как он увез просто, что? И все-таки он кое-как, но увез. Это очень круто. Он увез прям дико. О май гадж. Еще не сделай трюк лучше. Да это потому что ты хохеровый судья. Я нормальный судья. Симур, переделай. Я испугался, переделай. Симур, я тебя поздравляю. Наконец-то ты сделал трюк лучше него. И ты получишь ничего. Спасибо. Он получает чоку-пайки. Чоку-пайки за флэйерска. Блин, вот он сегодня похавает нормально, кстати. Ты сегодня голодный. Следующая фигура, это моя стихия. Это мини-рампа. Он все надеется, что он хотя бы в мини-рампе загасит его. Да, я больше чем уверен. Он уверен. Ну да, посмотрим. Я же судья, блядь. Вот та самая мини-рампа, к которой мы пришли. Они сейчас готовятся к своему трюку. Мне интересно, что сделает Фадей. Тимур-то ей вообще неинтересно, на самом деле. Согласитесь со мной. Мне так жалко Тимура, на самом деле. Кажется, он будет что-то делать с флэером. Охереть, он еще с барспином запрыгнул. Это дико, это реально дико. Напоминаю, что у ребят разница в возрасте всего один год. Представляете? Правда, Тимур такой маленький, а этот такой кабан большой. Тимур! Сеймур! Ну иди сюда, что-то хватит базарить. Ребята оба молодцы, сделали крутые трюки. Очень сложно, на самом деле, выбрать трюк, но Амбрелло Бар это было мощное. Ты хочешь есть или пить? На вгород дать им или нет? На вгород дать им или нет? Ты сейчас хочешь есть? Я потом? Это тебе. Кажется, он расстроен, что ему достался душевать. Я очень рад парню. А, ты рад? Красный или зеленый для тебя? Вообще зеленый, но папа увидит меня, убьет. А, нормально, идем дальше. Пришли на степап. Прикольно. Мы вернулись снова в степап. Плев, ноу-хенд, емать. Тебе как, нормально вообще? Нормально живется? Просто массаж. Что? Что он творит? Ребят, вот эти трюки вы можете увидеть только на канале Влада Самокатчика. Так что, пожалуйста, подпишитесь, он творит контент. Чтобы вы понимали, он сейчас ради вас доберет этот трюк. Бэкфлип три бара. Но вы должны подписаться на мой канал. Ребят, подпишитесь, пожалуйста, потому что это очень важно для меня. Ой, хорош. Это круто. Ты молодец. Но это не сравнился с бэкфлипом три бара. Очень никак. Ты видел, как он увез? Еле-еле, а вот так увез. Просто это респект. Это максимальный респект. Давайте посмотрим на Тимура. Ты пять сделал? Я думал, ты три сделал. Ты нас обманываешь, слышишь? Смотри, нет, вот. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так по-любому. Нет. Смотри видеоматериал. Ладно, окей, засчитываем. Ты два трюка сделал, получается. Папа Брайана Киклис и пять боров. А он сделал обокрыть три бара и фигнюхань, да. Ему колу. Давай еще что-нибудь дадим, потому что два трюка. Отдушу, меня нет попить даже. Дайте еще воду. Отдушу, да. Еще воду. Сейчас он все отвезет, и мы начнем дальше. Уже пойдем по самым жестким трюкам. На, короче, камеру возьми, я отойду. Ты надолго? Нет, ну пока они там трюк придумают. Пока фигуру. Уголок, это наша следующая фигура. Ребята, это просто капец. Сейчас вы охренеете от Севы. Что он сейчас вытворил? Смотрите. Сева, а ты что делаешь? Я не понял. Эта еда должна была достаться им. Ты что? Греб. Сева, вашу еду стырил. Что-то не понял юмора. До сих пор живу. Как тебе не стыдно вообще? А они что-то не едят? Сева, ты что делаешь? Да Сева. Что такое? Глазок. Да все нормально. Сигаретку? Еее, хорош. Это достойно кулачка. Хорош. Хорош. Старин, Тимур победил. Дай ему сам приз какой-нибудь. Бекон. Офиг. Приз первое. Из дома притащил. Всем вытирать. Удача. Найти. Блин, это хорош. Я вытян. Просил. Алло. Вы должны знать ваш самый жесткий трюк. Вы должны будете его сейчас показать. И если вы его поставите, то я вам даю остальные все вот эти. То есть, самое самое. Все призывы. Сколько попыток? Сколько попыток? Неважно. Давай 7 сейчас. Нет, давай ты сначала делаешь киглис, а потом нафиг. Через вот этот огромный. Будет делать нафиг просто футерфлип. Через вот этот вот весь огромный пролет. Сколько метров, как я думал? Я должен сказать. Сейчас посчитаем при вас, сколько тут шагов. Давайте. Так, раз. Так. В общем, 6 больших шагов, это примерно 6 метров. Просто это жесть. Ну вы охренеете. Вы реально охренеете. В общем, смотрим первую попытку. Мне очень страшно за него, прям капец. Он сейчас тоже стоит, собирается. Посмотрим, как он делает. Что? Он на VIP сделал, да ну нахер? Что? Просто? Просто как? Это просто, это капец, чувак. Самое главное, это надо набрать. А почему ты на VIP сделал? Ты же просто киглис хотел. А вот это был секрет уже. Это просто шок-контент, ребят. Поставьте обязательно лайк за этот трюк. Сейчас мы перейдем к Тимуру, а затем он покажется еще жестче. Еще круче. Я просто, я должен это посмотреть, и вы тоже должны это видеть. Ну что, Тимур, твой трюк. Ты видел его киглис? Киглис на VIP? Нет. Не видел? Он сделал через этот киглис на VIP? Вот он. А ты что будешь делать? Ты готов? Ты собрался вообще? Нет, я не сделаю. Это страшный трюк? Я не сделаю. Почему не сделаю? Ну не сделаю. Здесь много попыток, давай. Ну все, трюкбэнк будет. Это очень крутой трюк. Особенно, если смотреть на его вес, на его телосложение. Брайан Баттеркап, это очень сложно для него было. Я очень надеюсь, что он доберет. Но он куда-то уехал. Он, походу, слился. Куда он поехал? Алло. В одну. В одну, ребят, в одну. С первой попытки. Давай, с первой. И должен. Что? Со второй попытки он увез. Ты живой там? Да. А что здесь-то случилось? Да, блин, отрикошетил. Ты папа, я прям в жопу упал. Блин, ты набрал. Ты не набрал, чувак. Ой. Ты просто лучший. Зови. Что, нормально с тобой все? Да. Что ему плохо. Все, нормально, нормально. Нормально все? Сейчас, сходи попить просто воды. Ребята, молодцы. Сейчас будем раздавать им призы, которые они заслужили максимально. Вот ему респект отдельно. И отдаем все, что у нас осталось. Так, Дошик, Тимура. Так, на, это тебе. От души. Сейчас, что тут еще? Это тебе. Да, это я забрал. Это тебе. Так, и самый главный приз достается ему. Эта машинка теперь твоя. Я надеюсь, ты будешь в нее играть. И сухарики. Бекон. Севую половину схавал уже. Вот, смотрите, Доширак. Бекон ММДМС. Это тупая жизнь студента. Ну, ММДМС, я бы не сказал, что не каждого студента. А, ребят, всем спасибо за просмотр. Я очень рад, что вам видео понравилось. Я очень на это надеюсь. Ребят, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Делайте репосты, пишите комментарии про этих ребят. Хотите вы с ним еще вторую часть? Ставьте 150 тысяч лайков, и тогда поедем снимать. На этом все, всем пока. Инстаграм в описании.